Здравствуйте! С вами я, Зборовская Валерия, ведущая передачи «Рекорды Запорожья». Наверное, вы уже слышали, что отважная британская морская свинка по кличке Трафлс побила мировой рекорд Книги Гиннеса, совершив самый длинный прыжок среди всех своих сородочей со всего мира. Вроде немного, 48 сантиметров, но для морских свинок это настоящее достижение, и вовсе не каждая особь сможет одолеть подобное расстояние. Мы же ищем таланты родного города Запорожья. Сегодня мы познакомимся с самыми высокими опорами линии электропередач нашего города. В народе этих железных гигантов называют «три мачты». Нам с детства знакомы такие сказочные персонажи, как «три поросенка», «три толстяка» или «три богатыря». В нашем городе есть свои «три богатыря» или «три великана», причем не сказочные, а вполне реальные. И зовут этих трех великанов-богатырей «три мачты». Именно так называют запорожцы самые высокие опоры линии электропередач в нашем городе. Эти железные гиганты – переходные опоры, которые переводят линии электропередач через реку Днепр. Переходные опоры – это самый сложный вид опор линий электропередач. Чем шире русло реки, тем выше должны быть опоры, чтобы провода, провисающие под своим весом, не стали помехой для судоходства. Не хочется думать о том, что будет с судном после касания с проводами под напряжением 150 кВт. К тому же, чем выше опора, тем сильнее она подвержена ветровым нагрузкам. Поэтому конструкция таких опор очень сложная и в каждом конкретном случае очень индивидуальная. Каждая переходная опора – это целое произведение инженерного искусства. Линии, которые несут наши три мачты – одни из первых линий электропередач на территории Украины. Они появились еще в 30-х годах прошлого века и служат для передачи электроэнергии, вырабатываемой Днепровской гидроэлектростанцией справа на левый берег Запорожья. Три мачты были спроектированы еще в конце 20-х годов XX века. Изначально на Хортице и левом берегу было по четыре переходных опоры. Во время Великой Отечественной войны система переходов была разрушена. После окончания войны было решено восстановить по три опоры. Все три опоры – близнецы и ничем не отличаются друг от друга. Высота каждой из них – 74,5 метра. Ширина опор – 30 метров. Такой тип опор применен только в Запорожье, на переходе через реку Днепр. Больше нигде в мире нет таких переходных опор линий электропередач. Конструкция опор стальная, клепанная, из девяти вертикальных секций и этажей с промежуточными площадками. Эти опоры не анкерные, они не создают силовое натяжение проводов, а держат их вес и обеспечивают поднятие линий над рекой. Высота левобережных конструкций над Днепром более 110 метров, а Хортицких – около 100 метров. Панорама, открывающаяся с такой высоты, передает невероятное ощущение свободы и простора. Появившись вместе с легендарным Днепрогрессом, эти опоры уже более 80 лет несут энергию нашей электростанции через русло Днепра. Осталось еще раз посмотреть на величественные три мачты, загадать три желания, они обязательно сбудутся. В это верят энергетики. Итак, рекордсменом в номинации «Самые высокие электроопоры» объявляются три мачты. Сегодняшний рекордсмен нашей программы неотъемлемо связан с православной духовностью и историей родного казацкого края. А знаете ли вы, что в Запорожье открылась первая казацкая православная духовная школа? Казацкая православная духовная школа. Что же это такое? Наверное, о подобном учебном заведении мало кто слышал. Однако здесь все логично. Именно запорожские казаки взяли на себя миссию духовного просвещения детей, как и было заведено в старые времена. Итак, 1 сентября этого года в Запорожье двери казацкой православной духовной школы открылись для юного поколения. Каждую субботу и воскресенье после божественной литургии дети отправляются постигать основы православия, параллельно осваивая в учебном заведении вышивание, народное пение и танцы. Все эти исконно национальные навыки детвори преподает профессиональный коллектив. Чего только стоит энтузиазм директора казацкой школы Любови Каминской. Ця жінка все життя была вчителем, но потом, когда ей стало больше, чем 50 лет, не скажут, но поважная жінка, но очень чаревная. И она стала соловейкой, она заспевала. И сегодня приезжала до нас сюда Ніна Матвієнка, народная артистка Украины, героя Украины. Вона почула її спів, и сегодня она едет в автомобиле, и диск, что записала Любовь Ивановна Каминская, слушает Ніна Матвієнка. И она выкладывает в нашей школе казацкий спів. До нас почули жіночки, которые ведут у нас запорожский казацкий православный театр. Они пришли сюда, группа жінок, и так, знаете, не смейливо, а вы пустите нас, чтобы мы выкладывали театральное мистецтво в нашей казацкой школе. И действительно, мы, так мы говорим, мы только ради. И мы чекаем, тут безумовно выкладываются казацкие боевые приемы спас для детей, чтобы они были еще и защитниками, хлопчиками, а жінка могла, девчинка могла оборонить себя. Идея создания школы созревала постепенно. У казаков есть прислевие таки «без Бога не до порога». И одна справа, что просто граются дети, а інша справа, когда дети в игре что-то набывают, что им нужно на все життя. Но безумовно это духовность. А духовность нашего края – это наша православная вера. И тому была решена такая идея, она сама собой появилась. Я подивился, есть недельные какие-то православные школы. И вообще у меня идея больше, чтобы при каждом православном храме был свой спортзал и свой клуб, где какой-то театр. И сейчас это поодиноко в православной церкви происходит. И казакство, оно всегда с православием. И было решено объединять все усилия казакства, всеукраинской федерации спас, которая работает с детьми, и виховывая их в казакском духе, и нашей православной церкви. И такая идея была сделана. И когда мы проанализировали, а жодной казакской православной школы в Украине немае. И мы решили эту школу начать строить. Как же ж строить? Можно просто классы сделать, можно еще как-то. Но мы решили наблизить, саме до тех временей казачьи, наблизить нашу молодь даже в форме антуража. И наша казацкая школа побудована безусловно в стиле средневечного казацкого курения. То есть это безфундаментная строителька. Это где-то на метр в глубину выритая сама подлога. И визуально с боку, это очень низенькая такая хатка, но когда зайдешь, 3,5 метра стеля. Это школа, самопримещение, сделано безусловно глинобитное, то есть из сомана, из глины, из соломы, как делали колись козаки. И влитку там прохолодно, а в зимку там достаточно тепло. И вона сделана под стрихой из очерета, как делали. То есть там немае электрострум, туда не подведено. Чому? Специально, чтобы дети учились, они вдыхали оце историческое поветря. И безумовно, в основе цієї казацької школы, в основе предмету стоять основы православия. Закон Божий. И основная наша идея, я хочу сказать больше, не просто працювати с детьми, а через дитей працювати с батьками. Школа находится на территории священного места у Запорожского дуба. Как известно, многие приписывают ему 700-летний возраст. Однако есть данные, что легенде Запорожья больше тысячи лет. Именно он стал центром для исторического комплекса, основанного в 2011 году. На его территории и открыли казацкую православную школу. Рядом шинок, актовый зал, храм, площадка для детей и поляна украинских сказок. Исторический комплекс планируют развивать и дальше. В будущем, конечно, с Александром Леонтьевичем мы уже разговаривали, чтобы делать какие-то мероприятия. Конечно, они будут. И деток будем возить по нашим храмам, храмам Запорожской епархии, потому что у нас очень много храмов с историей есть, где дети, многие дети даже в них ни разу не бывали. Уникальным учебным заведением Александр Притула не хвастается, но гордится. Про то, что это рекордсмен, мы не ставим какие-то рекорды побить, что наибольшая к количестве детей. Вы знаете, идея такая, казацкая православная школа, это уберегать козацкую традицию. А в казацкой традиции сечевых школ было то, что не просто читать годины, выдать диплом, сдав не сдав, тут не має бути треяк, там, чи як зараз, дванадцятки, одиннадцятки, тут не має бути семерок, там, чи пятьорок, да, тут має бути тільки одна оцінка, сдав або не сдав, да, испит. И от в казацкой традиции один, навіть, казак провчився в сечевых школах, заважьте, больше 17-ти роков. Бо він ніяк не мог сдать испит. И его запорожцы куда-то отправили, там, каким-то зляком, в какое-то село, там, забыти, щоб тільки не заважав развиватися далі казацько. Розумієте? Как видите, наш город не стоит на месте. Мы развиваемся, не забывая о своих исторических корнях и національной аутентичности. Казацкая православная школа – яркий пример, как удачно можно создавать что-то новое, продлевая жизнь славному прошлому. Итак, рекордсменом в нашей программе объявляется Казацкая православная духовная школа. Героиня нашего следующего сюжета поведает нам историю происхождения народного автомобиля. Именно она попадает в номинацию «Первая женщина, которая села за руль запорожца». Все помнят нашего родного Горбатого. Именно он когда-то раз и навсегда прославил наш родной город. Именно с него многие наши соотечественники начинали историю своего автомобильного вождения. Итак, вашему вниманию он самый – запорожец. И самое интересное. Анна Малахова и ее муж стали первыми запорожцами, у которых появилась эта легенда отечественного автопрома. Приобрели экспериментальную модель этого авто в начале 60-х. За руль тут же сел глава семьи. Со временем не удержалась и сама Анна Васильевна. Это случилось в 1965 году. Мой муж Малахов Евгений Владимирович работал на автозаводе «Коммунар» в конструкторско-экспериментальном отделе мастером. Они вручную делали новые автомобили. А «Горбатый запорожец», так его называли, он уже был на… уже его производили. Но купить было невозможно. Но они сделали один автомобиль на испытание. Он прошел в московском полигоне испытание, вернулся оттуда. И в цехе сказали, что его можно кому-то из работников купить. Вот мой муж его и купил. Стоил он 900 рублей. Это были очень большие деньги. Но 600 рублей были у нас. А 300 рублей нам подарила моя мама. Поэтому муж приехал домой на автомобиле и сказал, что это наш. Я, конечно, была очень тоже довольна. Потом мы получили квартиру на космосе. Ребенок был в районе Малого базара, она в Ясельках. И стал вопрос, как же ребенка завозить. Мужу на работу нужно в 8 быть. Мне на работу на 9, ребенка тоже на 8. И муж, мы решили, что автомобилем должна пользоваться я. Освоив коробку передач, исправившись с управлением, Анна Васильевна стала покорять запорожские дороги. Добиралась на работу, подвозила домой коллег. Кстати, так любила скорость, что не раз привлекала внимание госавтоинспекторов. Я читала, что вы не раз попадались в нашим постам ГАИ. Как так вообще получалось? Это неудивительно. Во-первых, в Запорожье автомобилей было очень мало. В основном были москвичи, волги правительственные. И запорожец с женщиной за рулем был один. И это вызывало очень большой интерес у ГАИшников. ГАИ – там молодые хлопцы. Еду, ничего не нарушаю, останавливает. Я спрашиваю, в чем дело, что я сделала? Улыбается, говорит, так это вы? Я говорю, да, это я. Вот я шел на пост, меня предупредили. По городу ездит на желтом автомобиле с желтыми волосами. Страшный нарушитель правил. И смеется. Ну вот так вот. Вскоре все они уже меня знали. Я их всех знала, только приветствовали. И немного в прошлое. История запорожца началась, как ни странно, в Москве. Разработанный в далеком 57-м «Москвич-444» стал прототипом будущей 965-й модели. 28 ноября 1958 года было принято историческое решение – начать производство на запорожском коммунаре. ЗАС-965 быстро покорил огромный союз. Своё дело сделала цена – в доступные 1800 рублей. Всё-таки на то время «Москвич» стоил 2, а «Волга» – целых 5. За демократичность запорожцу прощалось всё, даже внешность. Сейчас довольно-таки редко можно встретить запорожец в городе. Как в то время выглядел запорожец? – Ну вот у меня есть снимки. Других автомобилей практически для народа не было. Он был очень, ну как, маневренный, выносливый. Он ни разу у нас не ломался. Ни разу. Мы ездили к моей маме в Новониколаевку. Помню, такие были сугробы. И вот по дороге стоит москвич, пыхтит, не может выбраться. По любым этим снежным завалам проезжал. Нигде никаких не было у нас. Мы часто очень ездили в Крым. Там жили его родители, мужа родителей в Алуште. Не было никаких происшествий. Если едешь ночью, вообще дорога пустая. Никого, никого. Помню, нас остановил пост ГАИ. Просто спросили, как вам ехать, не хочется ли вам спать, как дорога. Никого не встретили. Пока доедешь, никого нет. Но там где какая машина проедет. И днем точно так же. Транспорта было очень мало. Поэтому я была заметна. Во-первых, что запорожцы тогда еще не продавались народу. Там бегал какой-нибудь служебный. И вот наш был частный. И еще женщина за рулем. Это было очень удивительно. Автомобили малого класса коммунар начал массово выпускать с 1960-го. Кузов типа седан. Мощность двигателя, расположенного непривычно сзади, от 21 до 33 киловатт. А максимальная скорость до 123 километров в час. Божью коровку полюбили за хорошую проходимость, маневренность и экономичность. За 6 лет выпустили почти 300 тысяч машин. Уходили запорожцы и за границу, рассказывают знатоки отечественного автопрома. Говорят, в свое время экспортировали не одну тысячу горбатых. Первая партия, которая была выпущена, она даже не попала в магазин. Она вся разошлась по смежникам. Ну, вы знаете, такое смежное предприятие. У нас же в Советском Союзе безработицы не было, потому что делали все все. Если, допустим, какие-то запчасти делали на Дальнем Урале, какие-то запчасти еще там. И чтобы не прерываться, потому что автомобиль был новинка. Мало того, что он стоил по тем временам не очень большие деньги, 1800 рублей. Это по отношению с почти 2500 стоил москвич, и почти 5000 стоила Волга. Все-таки очень многие семьи, купив Запорожец, были счастливыми обладателями личного автомобиля. Хотя на смешек всяких было очень много. Любят старый добрый Запорожец и сегодня. Он украшает коллекции ретроавтомобилей по всему миру и пользуется уважением. Ценители старинной техники не жалеют ни сил, ни денег. И каждый юбилей чудо техники отмечают с размахом. К примеру, когда Запорожец разменял пятый десяток, коллекционеры из девяти стран составили из легендарных машин цифру 50. Как видите, не все старое забывается. А что-то с годами ценится еще больше. Ведь это наша история. А для многих советских людей еще и настоящий член семьи. Первый и единственный на всю жизнь Запорожец. Итак, рекордсменкой в номинации «Первая женщина, которая села за руль запорожца» определенно становится Анна Васильевна Малахова. Запорожцы должны знать своих рекордсменов. Идет прохожий совсем непохожий, что он, быть может, талантливый тоже. А может быть, он, запорожский герой, прославит город свой. Вот он какой, город родной Запорожье! Вот он какой, город родной Запорожье!